Правительство китайской провинции Хайлундзян готово отправить бесплатную партию медицинских масок в Якутию. Премьер-министр республики Саха Владимир Солодов поблагодарил китайскую сторону. Я очень высоко оцениваю эту помощь. Уверен, что именно так ее нужно понимать. Мы должны помогать соседям и наоборот рассчитывать на их поддержку, отметил он. Глава республиканского кабмена 20 марта так считал, что в китайской провинции Хайлундзян специально для якутян, готовые выпускать миллионы масок по потребности. В Китай поставят тяговые электродвигатели для российской корпорации Трансмашхолдинг. Сумма контракта составляет 102 миллиона юаней. Его подписание стало важным шагом китайских партнеров для выхода на российский рынок железнодорожного транспорта. Трансмашхолдинг один из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Он занимает почти 80% рынка железнодорожного транспорта в России. Лидером по продажам систем хранения данных в России стала китайская компания Huawei. Об этом сообщает консалтинговая компания IDC. Продукт знакомого и на рынке систем хранения данных заняла 26,2%. Второй стала российская компания Ядро с 22,2% рынка. Далее следует американская Хьюлет Паккард 12,2% и Делл 11,7%. Всего, по данным IDC, в России в минувшем году была продана система хранения данных на 508 миллионов долларов, что больше на 20,8% чем годом ранее. Напомним, что США ввели санкции против китайской компании Huawei в прошлом мае. Госструктурам страны запрещено покупать оборудование компании. Гость департамента США призывает другие страны не допускать китайскую компанию к построению национальных сетей нового поколения 5G. Huawei предпринимает шаги для укрепления своих позиций на других рынках за пределами американского, в том числе на российском рынке. В начале марта Сбербанк и Huawei объединили усилия по созданию облачных сервисов, то есть систем хранения и работы с данными не локально на компьютере пользователя, а на серверах владельца сервиса. Это мои экспресс-новости, а мы продолжим наш эфир после небольшой музыкальной паузы. Останавливайтесь с нами, впереди еще много интересного. Фокусе недели. Актуальные новости. Китайская аналитика. Столкновение мнений. Фокусе недели. Эпидемия новой коронавирусной пневмонии оказала беспрецедентное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией. В связи с этим стороны должны сплотиться воедино, трезво оценить риски и укреплять сотрудничество. Нельзя игнорировать и закрывать глаза на вызовы, брошенные коронавирусом, чтобы избежать непоправимого ущерба. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях посольством Китая в России. В материале отмечается, что в настоящее время китайско-российские отношения переживают наилучший период за всю историю. Под стратегическим руководством глав двух государств, двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия поднялись на новый уровень и вступили в новую эпоху. Однако эпидемия новой коронавирусной пневмонии подвергла прагматическое сотрудничество между двумя странами серьезному испытанию. Стороны, с одной стороны, должны предпринимать эффективные меры для профилактики и контроля над эпидемией, защищать здоровье и безопасность жизни граждан. С другой стороны, должны заблаговременно планировать и предпринимать эффективные меры по стабилизации внешней торговли, реализации совместных проектов, а также предлагать максимум усилий, чтобы компенсировать потери, вызванные эпидемией. Для этого авторы статьи предлагают, во-первых, усилить стыковку стратегии правительств двух стран, а также оперативно разработать конкретные политические меры по восстановлению работы и производства. Во-вторых, необходимо укреплять контакты и обмены в зависимости от эпидемической ситуации, постепенно отменять ограничения на въезд, ускорять оформление виз, чтобы создать благоприятные условия для возобновления работы и производства. В-третьих, стороны должны прилагать усилия для содействия сотрудничеству на региональном уровне и обменом кадрами между предприятиями, а также активно проводить встречи представителей бизнес-кругов двух стран.